блять вот у меня была учительница ебучая по русскому языку блять она она была абсолютно с каким-то субъективным мнением выделял обстан любимчиков и я соответственно не был у нее в любимчиков блять она ставила мне единицы ну то есть один то есть это было знаешь такой от унижения да потому что 2 поставить это в принципе уже достаточно понятно ты долбоеб все тебя определили один это уже так не то что мне обидно не но блять и постоянно вот это блять мы проходим какое-нибудь произведение вместо чтобы объяснить свою позицию постоянно читайте критиков питайте вот написано значит она так и было не от этого было абсолютное непонимание предмета литературы и я не понимал на кой хер я туда хожу соответственно оттуда у меня была вот эта скучная мина постоянно на уроках и постоянно у меня возникали из-за этого конфликты и у нас вот 9 но я уверен 90 процентов учителей вот такие чему могут научить вот эти учителя старые учителя они да им проще у них есть методичка им проще чтобы не трогали я отчеты были блять написаны и все так далее вот у меня сейчас у дочки такая вот учительница старая женщина который но она но она может считать ошибками вещи которые не ошибки то есть я отчетливо вижу что она проверяет домашнее задание по гдз по хуйне который в интернете как написано смотрит и проверяет а там в условиях задачи допустим написано поставьте там в скобке слагаемый который вам удобнее поставить там который вы заходите то есть там получается три слагаемых и ты можешь либо левые поставить скобки либо справа поставить копки типа ну здесь прибавить и подобрать допустим и она ставит там где ей хочется а в гдз написано с другой стороны эти скобки да и считает ошибкой и такой паша то нахуй ну типа главное ну на главное понять что как где вот в школе идет полная хуйня если ты понимаешь сам как родитель что это хуйня то тебе надо разрешить ребенку забить на это полный хуй пускай хочет двойку ставь пускай ставить учителя хотят чтобы ученик не научился чему-то новому а то чтобы он угадал мнение учителя у меня кстати тоже всегда мне диктанты сюда ставили колл 2 колл пиздец зачем колл ставить колл 2 я всегда я помню нас было такие в классе типа человека 4 которые прямо переглядывались такие что получил до наш был клуб колл 2 до вы же долбая блин я рассказывал где-то что у меня учительница по русскому языку она тоже была такая но ей проще было сказать что долбая ты не понимаешь и объяснить детям которые гораздо лучше понимают чем ты чем обратить внимание на тебя искать так чет не понимая вот здесь вот так вот здесь так ну и какое-то интервью читал что типа как это мамаша ей через ребенка учитель передал что типа обратите внимание на английский язык вашей дочери типа она хуй его учится она и написала записку обратно ты блять учитель но не так грубо понятно ты обрати внимание на английский язык моей дочери это твоя работа я занимаюсь своей работой я ее там кормлю воспитываю и задача учителя вообще охуели они сейчас думают что типа ну вы занимать а вы чё с ребенком не занимаетесь сама сука занимайся блять ну ты охуела там тем более вообще я считаю что вот у меня сейчас дочь учится во втором классе я вообще считаю что учительницы у ее учительницы которая ведет по основную часть уроков там с первого по четвертый класс один учитель ведет все этому это как у нас тогда ей там 60 лет я считаю что ну нельзя чтобы взрослые шестидесятилетние женщины у вели у первые до четвертый класс то есть ладно там 10 11 класс алгебру там рассказать но когда дети маленькие ну вас еба ват между вами про ну да да просто пропасть блять ну это за 40 лет люди блять умирают не да ну и вот мы учились когда мы жили когда в другом другой квартире она ходила другую школу там была молодая учительница она второй год только в школе работали третий вот там не было проблем с этой бабкой пиздец сколько проблем она она еще знаешь она у меня на себя ходила с жена ходила там что-то в школу там вызывали я на и прямой вопрос а почему вы именно в мой класс пришли на игре смысле она горит ну почему именно в мой ну какой нас зачислили блять такой мы пришли но у меня же 30 детей это такая чё могу сделать нас зачислили государственная школа на зачислили мы ходим ну почему именно в мой да иди на вот их нужно давать им но ставить их на место по крайней мере заявляет что они считают что это они в позиции силы ну нихуя ты не в позиции силы ты в точно такой же позиции как и я мы с тобой блять в одной лодке вот что ты должна понимать она считает что так типа вы родители вы занимаетесь я здесь государственный служитель вот это еще вот это значит типа вот это они привыкли говорить что типа мы так за копейки тут работаем туда и так далее с вашими детьми мы не мы ничего не обязаны ну не вот у нас есть брошюрка вот пожалуйста блять да это все понятно ну а чё теперь делать но если вы здесь работе давайте уже работать но просто нет конечно оставаться добрым и офигенным сложно когда ты да с детьми так особенно да ну так поэтому я говорю особенно маленькие дети понятно когда человек 10 11 классе но там уже можно типа хотя бы надавить на то что типа блять долбой опыта тебе надо ну тебе же надо ты попробуй хотя бы там если совсем отбиты ты попробуй типа если ты протягиваешь вот я больше я помню учителей которые протягивают руку и такие и с удовольствием берешь которые хотят тебе помочь они говорят я хочу тебе помочь вот другими словами но ты понимаешь что он идет тебе навстречу потому что хочешь чтоб ты действительно понял они вот эти которые ты мне не сдал блять стихотворение ну вот эти потому что это в журнале написано